Итак, продолжаем нашу пресс-конференцию. Николай Николаевич Писарев, главный тренер Нижегородского Олимпийца. Вопрос, пожалуйста, задавайте по сегодняшней игре. Николай Николаевич готов ответить. Говорят, вы, ребята, выдавали в первых турах форму на фарт, вот с этими золотыми номерами. Может быть, пришло время сменить форму после серии поражений? Форму я бы дал. Кто тебе такой рассказал? Цвет, что ли, имеете в виду? Комплей и форма. Ну, если бы только форму было делаю, то бы и меняли на фарт. Но надо подумать. Насколько критично были потери двух основных игроков? Даниева и Айпоксов, в общем, наши. Ну, если проиграли, то критично. Наверное, то, что левоногий, то есть у нас играл правоногий слева, это сказалось. И, наверное, Малерову не хватило именно вот левой ноги, чтобы вот эти передачи обрабатывать себе, как делает Ганиев очень часто, и сразу открывается фланг. Ну, то, что... Айпокс наш лидер, понятно, что... Но ребята молодцы, молодые ребята, им надо получать опыт. Поэтому и Фомин, и Малеров, я им доволен. Замена Малерова – это желание усилить атаку? Конечно. Да вообще, мы во второй тайм, естественно, но что нам было? Пришли люди на нас смотреть. И мы выпустили пятерых атакующих футболистов, ну, включая и Горбунова, и... В какой-то момент у нас было больше атакующих на поле футболистов, чем оборонительных. Но, к сожалению, не дожали, и... Ну, в футболе так бывает. Но у нас... Нам некогда грустить, потому что слишком плотный график. Я сказал ребятам, наша задача восстановиться. Сейчас выезд. Буквально через три дня. Потом через... Еще опять через три дня мы дома играем, и опять потом выезд. Дальний. Поэтому у нас сейчас за 10 дней три игры. Сейчас больше восстанавливаться надо психологически, физически. И готовиться добирать очки. Сегодня, я считаю, конечно, нам было по силам взять очки. Но будем добирать, значит, в других матчах. По вашему мнению, присутствие губернатора как-то отразилось на желании ваших подопечных? Он во втором даме приехал, но, видите, как мы во втором даме прибавили. Погодные условия как повлияли? Да никак. Нормальные погодные условия. Что, зрителей жалко. Козырька не хватает там. Я за них больше переживал. Честно говоря. Мы для них играем. И, на самом деле, это я уже для себя понимаю четко, что футбол должен двигаться только в одном направлении. Это для зрителя. Надо понимать. Игроки все, все. Клуб. Все функционирует для того, чтобы люди хотели приходить, люди хотели нам оставлять свои не такие уж и большие в них заработки. И мы должны, конечно, отвечать им. Потому что они выбрали поход на стадион. Должны отвечать хорошей игрой. И очень ответственно. По крайней мере, биться, сражаться. Сегодня не было равнодушных. И все видели, да, не хватает мастерства. Но, по крайней мере, таких равнодушных я своих футболистов ни одного не увидел. Наверное, зрители это оценивают. И если будем так продолжать, результат придет. Пожалуйста. Николай Николаевич. В следующем матче с питерским «Динамо» мы увидим после контратакующей футбол в стране Олимпийцы. Честно, пока не знаю. Посмотрим. Не знаю. Надо посмотреть соперника. Я соперника не видел. Они вроде сегодня выиграли, да? Да, в Владивостоке. Посмотрим. Еще целых три дня. Разберем. Нам надо разобрать свою игру, посмотреть соперника. Я пока не готов на этот вопрос ответить. У вас дорога короче. Они из Владивостока, а вы из Нижнего. Да еще играем в Питере, а не в Новгороде. У вас плюс. Ну, слава Богу. Хоть бы сейчас на голову еще и бил за вас. Кому там больше вопросов? К центральным защитникам или у Катаря? Ну, давайте по горячим следам. Мне надо посмотреть, как подача была. Согласен. Надо посмотреть. Повтор, потому что сейчас могу сказать, а потом будет все по-другому. А возвращаясь к Аюплу, на сколько вы был? Мышечную травму, я надеюсь, ненадолго. Там ничего страшного. Ну, следующий весной матч. Завтра примем решение. Спасибо.